Если вы хотите знать о РПГ проектах в GTA 5, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Так-так-так, скажите-ка мне, а вот вы знали, что ролики про GTA 5 и вот про всё вот это вот прочее, про в общем-то все вот эти, знаете, инновации набирают на моём канале меньше всего просмотров, по крайней мере в данный момент. До этого, возможно, они набирали наравне или даже больше, но вот сейчас ситуация немного поменялась. И поменялась она не в лучшую сторону. Однако, я всё-таки считаю, что людей, особенно людей, которые подписаны на мой канал, нужно уже готовить к некому такому будущему, к GTA 5 РП. Туда мы все и идём, туда мы все и направляемся. Рано или поздно, лет через 5, возможно через 10, уже все смогут позволить себе, ну, более-менее нормальные компьютеры, которые потянут GTA 5, хотя бы на низко-средних настройках. Хотя, насколько я могу знать, низких настройков на GTA 5 нету. Есть средние, есть высокие, а есть, насколько я понимаю, ультра. Не знаю, я особо сильно во всём этом не разбирался. Я зашёл, а игра запустилась, вроде как настройки какие-то там средние, средне-низкие, средне-высокие. Да мне, в общем-то, это было и неважно. Всё, я зашёл, я играю, прохожу одиночку, и у меня, в общем-то, на компьютере всё нормально. GTA 5 вот этот вот РП, онлайн, рейдж МП у меня вот лично лагал. Но, как бы, это уже проблема моих комплектующих, моего компьютера и вот всего-всего, что с ним связано. У многих людей под тем самым видеороликом, где я рассказал о том, что GTA 5 РП купили Соболева и вот всех остальных людей, там многие написали, что у них всё нормально при загрузке этих самых моделей. Поэтому это вот я такой дебил, который вот всем вот этим вот провинился и сказал какую-то абсолютно очень недостоверную информацию. Хотя я всегда говорю, что мнение, которое я высказываю в своих роликах, это моё субъективное мнение, сложенное на основании каких-то вот вещей, которые меня окружают. Но сегодня мы говорим немного не об этом. Сегодня, несмотря на то, что этот ролик наберёт 100, 150, возможно, ну, максимум, возможно, 200 просмотров, я бы хотел с вами поговорить о возможной перспективе того, что РПГ-проекты из GTA Samba переходят в GTA 5 РП. Если честно вам сказать, и вот прям так, знаете, быть с вами откровенным, буквально таким, знаете, честным максимально во всех своих словах, то я думал, что РПГ-проекты, они останутся каким-то таким, знаете, пережитком прошлого, вот тем, что было в GTA Samba. Таким, знаете, вот то, что останется на страницах истории, как, допустим, я не знаю, там, Samba 03DL, или там, знаете, тот же самый МТА, который вот все говорили, что у них там есть вот этот потенцевал, и вот всё-всё-всё прочее. То, что вот МТА, она скоро вырвется, скоро она обгонит сам, всё будет нормально. Хоть и были такие предположения, когда с Samba были некоторые проблемы, не по вине там каких-либо проектов, а просто там, допустим, их, я не знаю, дудосят, или ещё что-то с ними происходит, и вот МТА как-то там, знаете, что-то делает, как-то более-менее вырывается, но, к сожалению или к счастью, это осталось во влажных мечтах людей, которые играли в МТА. Ну, серьёзно, вот мне до сих пор непонятно, а кто на полном серьёзе может играть в МТА, там, заходить, качать вот эти вот все, знаете ли, модельки, там, делать вот все вот эти, знаете, все прочие вещи, это не нужно было абсолютно точно никому, и вообще, то есть, никогда вы всё забудьте МТА, его нету, он умер, и играть в МТА можно только тогда, когда, допустим, есть какая-то игра на компьютере, как было, допустим, с Пубгом, но вот реализация, допустим, в том же самом Сампе, она хромает, и вот ты всё-таки хочешь поиграть, хочешь там что-то как-то сделать, но у тебя это не получается, и, то есть, МТА был создан именно для этого, для того, чтобы, знаете, подкачать какие-нибудь модельки, создать какие-то сервера, там, вот те же самые Пубга, и вот всего-всего прочего, больше МТА ни для чего не годится. Ну, ещё для, конечно же, вот этих, знаете, БПАН-серверов, где там вот эти вот низкие тазы, все прочие вот эти вещи, то есть, только для этого. Однако, всё дело в чём? Ради чего я завёл вообще весь этот разговор? Всё дело в том, что GTA, сам проект Galaxy RPG, планирует открываться в GTA V Rage MP, и открываются они, как я понимаю, ни с рулиплейным модом, ни с какой-то там, знаете, вот этой рулиплейной составляющей, переносит свой проект, вот этот вот RPG-шный, в GTA V Rage MP. Опять же, если я ошибаюсь и что-то рассказываю неправильно, поправьте меня в комментариях, это вот то, как лично я понял, то есть, это никакие не новости, это вот лично то, как я всё это понял и как я вам всё это пересказываю. И я вот, знаете, вот счастлив, что некоторые проекты из GTA Sampo, там вот эти вот рулиплеишные, вот все вот эти, знаете, а прочее, они создают что-то принципиально новое, при этом не изменяют своим традициям, классическим вообще. То есть, что-то новое в GTA V Rage MP появляется, но при этом вот, ну, RPG и RPG, там хоть скины бомжи оправданы, ну, более-менее. Чувство того, что ты находишься на каком-то проекте, по типу, там, знаете, Grand RP, или там ещё какие-то сервера, вот оно присутствует, оно есть, вроде как Diamond Rally Play тоже в GTA V есть. То есть, ты всё равно вот какой-то осадок, Sampo, какое-то сложившееся мнение о проекте, который у тебя есть, по крайней мере, у меня так было, когда я пытался зайти, вот, то есть, с Grand Rally Play, или с Diamond Rally Play, то есть, такое было. Возможно, из-за названия, возможно, из-за ещё чего-то, возможно, потому что насчёт определённых проектов, вот их названий, вот я только слышу, и у меня уже какие-то определённые ассоциации в голове. То есть, допустим, Arizona Rally Play, это комфорт, престижность, да и вообще самый популярный сервер Diamond Rally Play, там, рабство, GTA Bitcoin, вот это вот всё-всё-всё прочее. Ну, ладно, о плохом сегодня мы давайте уже не будем. И вот всё вот это, что мне приходит на ум, когда я слышу Galaxy RPG, ну, вот, наверное, что-то такое старое. Однако, мы посмотрим, кто мы-то, блядь, если только я. Я вот посмотрю вообще, как всё это будет, возможно, какие-то обзоры, возможно, там, какая-то рекламная кампания у них будет проводиться, я всё это увижу, как у них там всё это работает. Но, в принципе, если сделают какую-то RPG в GTA V, то уже будет, насколько я понимаю, неплохо. Но, поживём, увидим, как там всё это будет, как там всё это будет развиваться, что вообще со всем этим будет. И вообще многое-многое другое. Однако, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Геймплей данного видео был заснят на сервере Rezoner или PlayFenix. Заходите туда по моему никнейму DanteConnor и получаете 300 тысяч при достижении вами пятого игрового уровня. Там же в описании есть ссылочка на мой телекрам-канал, туда тоже можете перейти, там тоже всё интересное есть. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok